Лава 21. Разделяю свое и чужое тяжкое горе. Ой, они летят. Или падают. Не знаю, вылетят. Че-то у меня 18 дней было, да? В порядке. Мы долго к этому шли. Караван беззвучно поглощает непроглядная тьма, и вы теряете всякое ощущение пространства и времени. Вы чувствуете, как мягкое прикосновение Юнон и погружает вас в сон, избавляя от надвигающегося безумия и галлюцинации. Наконец, тусклый свет выхватывает островок суши во тьме, словно в полночном океане. Вы касаетесь земли осторожно, затем увереннее, и вас захватывает дух. Лицо по-прежнему горит от нанесенной бульверком раны. Вы выступаете так, словно это ваши первые в жизни шаги. Меня в шляпу стошнило, объявляет спар. Это изнанка, объявляет Юнон. Это пещера, ворчит Оли. Не впечатляет Юнон, зовет за вас. Вас за собой во мраке, ее фигура точно призрак. Оставь свои суждения на потом. Не все парят тут внизу, а не вейпер. Отблески колдовского света пляшут на камне. Вдоль острых краев и изъявящих впадин бегают тени. Надо же, вздыхает некто, с сожалению, в голосе. Похоже, у меня неприятности. Лич сидит на земле, кажется, что у него нет ноги, но приглядевшись и замечает, что она в глубокой узкой норе. Вся земля пронизана ими, как коралловый риф. Ай, продолжает он. Ай-яй-яй! Валя закрывает ему рот рукой. Вы слышите... Вы все слышите царапания по камню неподалеку, сквозь камень. Обнажить оружие и окружить дича. Сомкнувшее кольцо вороны. Обнаживает оружие и точно распускается железный цветок. Юнона поднимает свет внутри этого круга, и все, затаив вдыхание, вглядываются в пустоту. Это тоже хорошо. Щиты! Кричите вы, когда из темноты появляются твари. Хотя ты играл в Бэтмена от Telltale Games, да. А, нет, стоп. Бэтмена не играл, нет. Во, они опять фуловые. Им что вообще на все насрать? Даже фуловые фуловые. Ну и норм. Поиграю, конечно, люблю Telltale, но не Бэтмена. Хотя, ну, не говорю, не пау. Боже, что? Мне жаль, я не видел ямы. Будет лучше, если ты помолчишь. Так, у этих штук всего 12 хп. Это искаженный борур. Плевок кислотой. Атаки наносит также 2 урона броне. Пласть захватывает и удерживает врага. Носят 1 урон, броня и коррозии. Так, ты стоишь на месте в ловушке. Да. Земля уходит из-под ног. Ловушка. Смотрел наруто, а мне просто не смотреть у него лезть. Да, смотрел. Так, юно, она у нас первая, да? Сейчас пойдет. Ух, искаженный прачник. Ну, что ж, ладно. Ну, что ж, ладно. Вот, а отравление на него кидай, на эту херню. А, он закапывается! И выкапывается. Ух, нифига себе, он доходит на меня. Чего он такой жесткий? Причем же пойти им сразу вписать в лицо. А погнали. Давай, Ивер, я верю в тебя. Так же, как я верил в... Лету до этого. Блин, эта штука не дает мне теперь по вот этому ударить. А если я в ловушку попадаюсь, если я у ей, ну, вот эту атаку ее снова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Опять урон, и он не уйдет еще, накинул, да? Да. Хорошо. Он тоже закончился. Я на шипунде не там где-то остановился. Так, ну, пойдем врубать щиты. Ха, он сам в ловушку попался. Еф. Блин, здесь теперь искажения нет, ловушки, да? Воронка, земля уходит с поднями. Че здесь урон по силе? Десять месяцев уже, когда успел. Воу-воу-воу, спасибо. Mighty Stroke. Flames burning strong. Спасибо тебе большое за подписку. Так, я знаю, что я сейчас нанесу единичку урона Фольке, но это не так важно. Потому что она, в принципе, поглотила этот дамаг. Я продамажил он того чувака. Ну-ка, интересно, что там кастовишь. Бафы на своих, как обычно. Снижает уровень брони союзников, резко повышая их силу. Да, ну, именно то, что я думал. Пойду вот в левом ударю молнией. Как-нибудь посильнее. Открепление здесь, походу, не будет. Так что все ок. А, ты можешь сдавать звезды хотя бы нашим. Найс. Пока стоишь тут. Укс по Фольке дать, чтобы от нее пошло увеличено. А разве это можно делать? По своим атаковать? Вот этой молнией. Я думал, что нельзя. Да вот и мне кажется, что нельзя. Давай-ка вместо того, чтобы кастовать эту хрень, ты пойдешь и ударишь кого-нибудь из своих. Ну, а как тебе такая идея? Лол. Или просто подойдешь и встанешь, как бомж. Это же темная магия. Да ты хрен ее знает. Какая-то магия. Так, вот эту штуку бы кусить сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. На тебя. Минус два хп. Е, конечно. Давай попробуем. Не, по своим нельзя бить этой штукой. Так, что-то у Фольки трабла с броней. Ничего, я еще с ее повысит. Нормально все будет. Может, тогда трем счета и узнать. Ремни узнуло на шестерку, че? Нифига себе, вот от ремни. Хостик от Настя Биска. Спасибо. На тебя замешательство. Делай такой своего же шикарно. Вол, и он отменил ему каст. Мне как и незабавно закапываются такие. Ой, и все? Че это было? Почему он не смог походить? И вон. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Кайф. На геймском 2018 поедешь? Нет. Я буду стремить работать на работе на это время. Вот этого, кстати, можно... А, блин, я тогда еще этого продамажу. Если сделать вот так, то не продамажу. Лайфольку-то продамажу, ну и нафиг. Так, кук оставать, короче. Этот брич почему-то напомнил. Ну, здесь, кстати, сильно бафнул. Так, куком. Так, куком. Так, куком. Так, куком. Киллокилл. Ты просто все и вся убиваешь, как всегда. Ой, ты не сдох. Ладно. А нет, сдох. Херня какая. Че, бледенок не повесил что-то? Повесил, капелька. Ой, прости, чувак, я и не хотел. Это забавно, когда-то без щита. Тебе нужны киллы? Посохом в него. Найска стонул на своих друзей что-то. Ничего. Киллокилл. валентий не нужны кило и стой просто отдыхай у тебя всегда нужны ты клевая тебе над способность прокачивать эти лайки выгрузу сделаю 3 а было легко я думаю даже на сложном было бы не очень сложно тупо спасли его воздух наполняет едкий запах кислоты который выбрасывают копать или копать вы не любят похвастать подвигами о тяжелых битвах но об этом никто хвастать не будет я уже начинаю об этом жалеть вальгарта осматривает обмякшие щупальца берись храбрости отвечает юнона нам предстоит увидеть еще много странного блин а в 5 часов начинается я думал быстрее проходим вот через эту пещеру используют только валки каждая северная башня представляет собой вход наизнанку перед наступлением тьмы все выглядело немного иначе это мостик дальше медведи посильнее были но медведи я так понимаю башню до которой нам надо дойти с которой все началось холон кто бит подвел вообще кидала но я один файт где-то час дрался у меня такой потный файт был что я блин в одном файте принял разбитый рок ой глаз побит ау далеке маячит белая башня крохотная точка на поверхности изнанки усталость наваливается от одной мысли о предстоящем походе сейчас наша единственная цель это башня бросается в глаза как кровь на снегу этому здесь не место да нет это дело рук валки этом там и сэйвентом все исправим и что за огромный купол там позади закатившееся солнце ты собираешься хоть что-нибудь объяснить может оказаться что выбора у меня нет не сейчас разговор предстоит долгий и невеселый кстати о грустном и вернее жаль что не удалось спасти твой глаз от удара больверка боюсь восстановить уже нельзя мне не привыкать к потерям они этого конечно не говорят но я вижу что ворона тебя в восторге как и фолька боюсь тебе следует еще кое-что знать когда мы упали я ощутил перемена в орберанге чё голова орберанга нет а вот и 18 дней пошли ага боже потолка и не видно дарт нас два проходит за 8 часов кубком и также там можно и собрать но я сама собираюсь толка нет и всегда было все было таким безжизненным нет когда-то здесь кипела жизнь лица рампович привет крон медленно движется дальше поражаясь странной обстановке интересно как тут все выглядело до наступления тьмы фолька спотыкается в третий раз за последние пару минут он злобно пинает камень и сыпая его проклятиями что за ерунда мы все еще падаем и вин качает головой это с непривычки пройдет сейчас как в реже у тебя не такое пройдет бормочет фолька так чтобы ее было слышно не ступайте в привлекание все похоже слегка на взводе остальные жалуются на тошноту и головокружение им кажется что земля уходит из-под ног вы вынуждены остановиться спар просит новую шляпу сейчас не стоит останавливаться вода мы почти пришли еще немного сарказмом отвечает фолька указывая на тонкий шпиль на горизонте не похоже чтобы строение хоть как-то стало ближе с тех пор как вы его впервые увидели все опускаются на землю и понимаешь что тоже чувствуете себя неважно похоже вы еще не скоро сможете снова двинуться в путь минус полтора дня да вы офигели походу надо было сказать короткий привал или обозвать их неженками черт вот теперь что-то времени мало орберанга остается привет ты со мной говоришь черт всегда так кажется пора придумать какой-то другой способ знакомиться с людьми выездить дальше дичь продолжает запинаясь и смущая самого себя удал бы убить фольку то не потеряли бы полтора дня в общем послушай прозвучит странно я скоро рассудком тронусь с ними заперти это я вижу все постоянно угрожает меня убить если я отстану я решил стать присоединиться к воронам почему бы и нет куда уж безопаснее взгляни это самое опасное место да знаю знаю я же ведь тише воды должен быть все меня считают ловка чем послушай я слабо ловка чем лишь потому что никто меня не замечает тебя вообще не волнует что на тебя никогда не обращать внимание нет это не когда нервничаю язык развязывается не вношу это место сколько можно сидеть внутри пузыря будто рыба рыба в пузырях обычно не си вы идете дальше дичь не умолкает поскольку послушать рассказ дичь о его интересах у боги пятнадцать лет уже если считать мою подработку в местном театре работу в театре найти не просто вечно во вторых ролях да неудивительно я для них кстати немало плотником поработал много мебель исправил секрет в том чтобы натереть дерево уксусом примерно тогда я все бросил и начал работать на себя только раз деньги частным трудом заработал за песню процеплят уйдет дальше дичь не умолкает о детстве я понял что что-то нечистое еще когда совершил первую кражу это были фрукты целая корзина фруктов самый самой корзиной только потому и заметили что такая гора фруктов пропала и вот зеленче назовет стражу или как ее звать ну неважно и стражник приходит прямо мимо меня в плечо меня толкнул и даже не оглянулся вокруг меня носится стража останавливая людей с толпы на меня ноль внимания я с полной корзиной фруктов стою честно говоря звучит обидно дело в моем лице я на прокаженного что ли похож теперь любопытно что еще могло сойти мне с рук присвоение драгоценностей ночью королевской крепости убийство похоже мне немало убийств сошло с рук выйдете дальше дичь не умолкает послушать про его странствия убил его потом отследил вандил клинок в лицо больше меня с тех пор кульбитом не звали но теперь я буду торчать долгие месяцы в море на тех кораблях творится всякое непотребство это точно сплошной разгул поэтому я передумал раздеваться до гола когда мы остановились у горячих источников я все-таки это сделано знаешь не обращать внимание и по моему меня считают подозрительным если вообще замечают как бы там ни было они сейчас переживают как бы вернуть всех кос обратно в загон все смотрят а ее муж начинает орать на меня урод урод носатый может стоит говорить потише тяжело это между прочим тебя вот уродом кто этим звал урод последний крик разносится гулким эхом вскоре вы замечаете какое-то движение дворные обнажают оружие проклиная дичь и причем тут я да мы же тут так сияем прямо праздник солнца черт бы его побрал хватит орать дичь блин ты еще и обязательно fight вступаешь гребаный дичь так ну давай уберем тогда берси наверное юнону возьмем удачи гуфи видел обнову в дбд что маньяк быстро выживших поднимает что об этом думаешь да конечно видео я играл в дбд в это время ну с последнего патча молодец дичь это моя вина так в первую очередь надо так переставить никого нельзя что ли дичи переставить нельзя кф лол и вера тоже так ты первый ходишь да ты чё так давай мы дотронемся до вот этого парня и он такой замешательства сразу и уничтожит эту хрень айди нет больно а у дима уешать просто пойдем а уешать желательно критами вот да блин бедного дичи просто уничтожают раз два три четыре пять шесть семь восемь девять ой камон я мискликнул серьезно чертова давай тебя ты к нему и ты умрешь от яда в принципе тоже неплохо ну ладно фольк сейчас попробует его задевать конечно можно даже особо не париться по поводу доп защиты так давай-ка мы начнем с молнии вот этому чуваку в лицо жужу смотрел нет да боже дичь ну живи давай узнем просто тобой инвиз сейчас игнорируем 9 брони и пойдем куда-нибудь убегать кого тогда фолька защищает не знаю чего они парируют метнуть снаряд как только ух нифига себе вот оно что я понял ау ау а а да вот карли the flames и на денег нет ямпика ки спасибо так ты кастаешь понятно стой фолька а она вагу стоит да нет стоп почему она урон не получилось сейчас странно ладно даже лучше не хочу им эту штуку дать кастануть обрезался в дичь а так еще делать теперь им бегать куда ничь к этому бежать к себе не хочу усил всего 9 15 знаете что просто убегай фольги отсюда тещу все звезды закончились перри вина на все поглощает и поглощает люби сама также сильно ударить в принципе ух вот это было больно больнее чем я обычно ожидают этих ребят на тебе в ответ брони 56 вот так вот сбранили по драгам взрыв вокруг себя но да на драг ну я думаю здесь не только на драгов на броню союзников и повышают их силу так что не совсем еще эти звезды юнон и стоит ли кого не броню да наверное ты же мог дича выхилять зачем 21 что и звезды устанавливай больно еще это вот почему я не могу правильно сделать этой ну вот и разрабы кому он тактическая игра пробежала бы сделала круг и восстановила бы ай а фух может повезут как еще друг другу урон по единичке не бишь контуженные раздражение фикнул из 2 единицы вам броня обстановить силу на 3 вот что такое вообще не могу слишком мало я дичи сейчас выхилю за найдется волей или плюс 1 единица силы а то есть если вот это вообще бафать у нас у нас у нас у тебя у 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 цена меня у у ши are а что я когда он у rotation на Ммм, минус шесть. Нормально. Мне интересно, сколько киллов Ивер сделал за все прохождение? У меня почему-то такое чувство, что уже киллов сто где-то есть. Вот Рили. Может, пускай кастанет у них нет, как-то гласил сейчас. О, почему один из них сразу сдох? А, он там когда умирает еще. Дает им какой-то дамаг, видимо. Так, Эйвен, тебе нужны киллы. Да, надо же сделать вот так вот. Прости, чувак. Если хочешь, ты тоже килл получишь. Передышка. Ага. Ладно. Убираем дича. Так, я что-то не ожидал, что здесь еще будет бой. Бежим, да куда бежать-то у меня нормально все, в принципе. Здесь надо Эйвен, да вот сюда переставить. Это здесь должно стоять. Может, не воевать, я знаю, но... Вообще, мне так лень, на самом деле. Если честно, то очень лень. Одни тратятся за бой? Нет. Короче, бежать не хочу. Лучше там можно артефакт выбить, там можно славы поднакопить. Я просто хочу сегодня игру пройти, и она вылетела. Скажи мне, что хотя бы бой засчитала. Но, по-моему, в таком случае бой не засчитал. У меня третий раз она вылетает за сегодня, или четвертый уже какой-то. А если бы я его не засчитала на том самом долгом файте? Я бы просто ливнул. Может быть, даже сейчас ливну, и потом ее закончим. Я устал уже на сегодня что-то стримить. А так оно и есть. О, зато сейчас можно им сказать, что мы не будем отдыхать. И посмотрим, на что это повлияет. Потерпите, девочки. Давайте вот этот прокнем. Вороны ругаются и возмущаются по поводу того, кто назначил вас главным, а затем смиряются. Постепенно их чувства проходят, но не проходит их плохое настроение. Каев. Не знаю, видимо, до следующей главы только дойду, и все. Все, зато мы дни сохранили. Это был такой, короче, план-капкан. Так, а можно не слушать дичь, а теперь? Не обращать на него внимания. Урод носатый, урод! Надо фольку первой поставить рядом с дичьем, чтобы защищало его. Сейчас. Молодец, дичь. Не, ну в этот раз я всех добью. Че уж. По ней решил ударить. Лох. Ух, не так, я думал, что он пойдет, конечно, но... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять. Значит, вот отсюда я смогу скастовать, правильно? Да. Так, а ты встал на наблюдение, да? Ну-ка, давай-ка ты не будешь стоять на наблюдение. Блин, он все еще стоит на наблюдении. Мне это не нравится. У него силы четыре. Вообще пофиг на него. Отразил на изи. Блин, там Ивер стоит. Ну, Ивер, ну че ты там забыл? Я хочу им по силе прописать. Фак. И я себя продамажил. Да. Короче, начало. Вообще не думаю. Шесть лет придет и убьет его, это будет смешно, конечно. Блин, взорвать бы здесь щит на них всех. За фольку. Я не успею его восстановить. Так что нет. Ага. Бесполезный. Ох, как вписал-то. Плевок. Больно. Между прочим. Нифига там брони не осталось вообще. Че, трагуны теперь. Да, прошлый файт протекал в разы лучше, чем этот. Меня просто все окружили сейчас. Это че-то жестко. Ох, как кританул в него. Сори, ревер. Особо ничего не получил, по-моему. По дамеджу. Ой, не тому ей бабе же надо было восстановить. Черт. И че это было? Ох, его первое... О, боже. Его использование вот этой способности... Ох, камон. Он выходит из инвиза в данном случае. Че за бред? Че за бред? Он, как он, как он? Па-иго, мг-бэйн фолькун. Да, да, да. Бл-б, б, б! и на грудь не то чтобы и нужно еще схожи крит по артерии не фул броню не фольк упачка то что и весь урон начали в броню идет это круто а вот тебя так надо сейчас всем восстановить энергию энергию девять ходов до подкрепления может быть молнией поэтому как-то да так и сделаю и чувак ты должен сейчас попасть прям вот просто должен точно а строго сего а 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 все стамена потратил а 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 и а все и и камеры Хз, смотря во сколько Dead Cell сриснется, потому что я хочу в него еще играть. Больше не можете позволить себе участвовать в таких битвах, и вы это знаете. Вытирая топор, вы замечаете, что вороны жестоко кого-то избивают. Это дичь. Кашля крови, он обещает помолчать. Похоже, этот вариант всех устраивает. Похоже, этот вариант всех устраивает. Похоже, этот вариант всех устраивает. Чего? Зачем три раза, вов? Зато настроение сразу улучшилось. Да, финал сегодня. Ну, я не знаю, почему так. Не повезло. Ну не, ну я могу, конечно, попробовать. Но сейчас опять будут затяжные файты. Вы замечаете, что в тверде гигантских утесов проделано бесчетное множество нор. Здесь обитают скульпторы, показывает Альфрун. Должно быть до того, как драги пустились в бегство тьмы, среди этого переплетения лестницы заловки пела жизнь. Замрите. Командат Альфрун, прижавшись к камню спиной у ворона, следит ее примеру. За монолитом в воздухе парит огромное создание, будто сплошь состоящее из глаз и щупалец. Что за чертовщина? Шепчете вы. Жертва. Осуждающий, говорит Альфрун, показывая навалку. Слышали рассказы о том, какие чудища выползают из недр земли, но этого тьма изуродовала особенно жутко. Вороны беспокоятся, что свет привлечет его внимание даже издали. Спрятаться в жилище драгов и переждать, пока оно пройдет. Надеюсь, что вас не заметят разделиться на случай погони. Если мы будем ждать, то мы потеряем день, но, наверное, я могу себе это позволить, переждать. Существо движется из стороны в сторону. Порой, врезаясь в стены, понаблюдав какое-то время, вы решаете, что многочисленные глаза незрячие... Его многочисленные глаза незрячие, караунд в спешке уходит. Вы ощущаете укол жалости к этому искореченному созданию. О, боже, да, полтора дня потерял. Не мучай себя и нас, мы спать как раз пойдем. Ну, дойдем до города тогда, когда, я не знаю, успеваю я, нет. Может, не стоило эти полтора дня тратить. Что-то дни здесь быстро идут очень, пока мы движемся. Может, там еще сможем количество дней увеличить как-нибудь. Видимо, здесь время искажено, поэтому дни так быстро идут. На пути каравана встает поле высокой травы, и вин говорит, что это что-то наподобие водорослей. Но вам так не кажется, ее черные острые, как бритва. Листья ножками... А, ножками... Ножами терзают вашу кожу. Трава доходит до пояса и простирается так далеко вокруг, насколько хватает взгляда. Она довольно хрупкая, говорит Вальгард, с треском ломая пучок травы щитом. Да и звук привлечет внимание тех, кто нас все еще не заметил, отвечает Могун. Потирая болезненный порез на руке. Пусть предстоит долгий. Так что давайте решим, как бы истиснуть зубы, идти в прежнем темпе. Мешкать нельзя, говорите. Идти больно и тяжело, когда трава на конь среде едет. Вы замечаете, что все покрыты десятками свежих царапин. Валки изо всех сил стараются унять боль. Да то есть минус полтора дня. Мы же специально шли быстро. Мы завтра в то же время байнер сагу? Нет, завтра вечером, скорее всего, два дабы. Ты шо, не прорезая листья, разве? В том же... What? Какие тупые ответы были. Земля под вашими ногами начинает тихонько потрескивать. Остальные тоже это замечают. Едва слышно, напевают от кончика ее посоха, будто угольки костра. Отлетают огоньки и отражаются в темной ледяной глади, что раскинулось далеко вокруг. Это лед, сообщает Эйвент. Или то, что было им когда-то. Неизвестно, во что его превратила тьма. До этого выбрали по каким-то черепкам, а теперь поверхность будто аккуратно выложена плитами. Некоторые фрагменты которых почему-то висят в воздухе. Вальгард осмелился намного просказать по ним. Похоже, прочно. Считаем, надо было ломать. Там что-то было про фольку. Я думал, типа, она... Или я что, не прочитал второй варик? Ладно, я уже устал. Честно. Немного просказать по ним. Похоже, прочно. Построиться в колонну и пройти по льду. Нам нельзя тратить время. И одна ошибка там, и другая. Бормочет или одна? Отзывается спар. Скользя по льду, лед выдерживает как их вес, так и их сомнения. Ступайте осторожно. Лед может выдержать, но не будем рисковать понапрасну. Могу поклясться, под нами что-то движется. Был океан, там наверняка еще много всякого. Некоторые больше, чем другие. Тогда, возможно, стоит вести себя потише. Здорово, змей! Весь покоцанный всюду. И Нона крепко сжимает посох трясущимися руками. Такого вы еще не видели. Она говорит тихо, чуть повернувшись, но вы отчетливо слышите ее голос. Что бы ни случилось, защищая Эйвинда. Как я могу защитить Эйвинда от такого? Как получится? Змей начинает говорить слов, вы не понимаете, но интонация очевидна. И Нона что-то кричит, и вы прекрасно ее понимаете. Одна неудача следовала за другой. В этот раз тебе тоже не справиться. Змей неистовствует. И теперь свет выхватывает лишь его бешено извивающееся покрытое страшной потрепанной чешуей тело. Надо разбить лед. Готово! Может успел разбить счетчика? Нет. Да нет, вряд ли. Змей с стремительным рывком атакует Юнона. Сжимает ее в челюсть. И неистово бьется головой об лед. Не замечая боли, Юнона каким-то образом умудряется плести чары сломанными руками. А змей снова поднимается, чтобы вновь обрушить голову на лед. Юнона каким-то образом умудряется плести чары сломанными руками. Лед уходит у вас из-под ног. Внезапно вы понимаете, что Юнона управляет чем-то, что находится в глубине. Элл быстро приближается к вам. Вперед! Громко кричит она снова. Эвен замирает. Вы перекидываете его через плечо и бежите. Лед. Натсадно трещит от еще одного удара. И эти звуки похожи на щелканье захлопывающихся капканов. Вороны в ужасе бросаются в расцепную. Это что за дракон? О боги, пепел! Ни черта не вижу! Не останавливайтесь! Не знаю, как мне хватит времени сейчас 5 дней дойти. Может быть башня уже вот, она прямо здесь будет? Все здесь! Кричите вы. Вороны вытирают лица от сажи и кашлят в кулаки. В воздухе густым облаком висит копоть, которая подняла чудовище. Я ее вижу! Кричит Эйвент. От содрогающегося тела змея отделяется сияющая сфера. Улетает прочее, обрушивается где-то вдалеке, словно метеор. Рэйвент бросается вперед с собственным светом, остальные следуют за ним. Ползете сквозь пелену, вдруг становится темно, как безумной ночью. Свет Юноны тускнеет и, мигнув напоследок, гаснет. Скорее! Вопит Эйвент. Вскоре вы признаете, что уже невозможно определить, нужно ли в сторону вы движетесь. Эйвент начинает паниковать. Разделиться на две группы, осмотреть большую площадь, методично прочесывать местность по дороге. Продолжить двигаться в том же направлении. Продолжать двигаться в том же направлении. А хоть целая вечность или больше, может лишь несколько дней. Вы не знаете даже, в какую сторону движетесь под ногами. Всюду одна и та же плоская земля. Мы не найдем ее, если будем бесцельно блуждать. Но я имел в виду, блин, двигаться в направлении к башне. Пофиг на Юнону. Методично прочесывать по дороге. Вы обыскиваете все вокруг, оставляя ориентиры. Дело продвигается ужасно медленно. Стойте, вдыхая Толи. После долгого молчания далекие силуэты бредут в вашу сторону. Я устал. Честно, я устал на сегодня. Я не хочу добивать этот файт еще. Игра оказалась дольше, чем я думал. Эти полтора часа на один файт, которые у меня ушли, это было просто смешно. Файты уже и не так не особо сложные. При том, что я играл на сложном. Ну, такое. Вот. Все. Увидимся завтра. Будет ДБД. Будет Dead Cells. Когда он релизнется. Я не знаю, когда в ДБД выйдет ивент. Я не знаю, когда будет релиз Dead Cells. Так что, может быть, баннер сагу даже допройдем завтра днем, утром, вечером. Я не знаю. Короче. В общем, в группе все напишу. Как, во что, когда буду играть. Все. Всем пока. Всем спокойной ночи. Хорошо вечера. Ночью уже. 11 часов. Фу. Прошел тоже мне. Да. Хост. Знаю, кому кидать. Дима не стримит. Никому не будет хост кидать. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.